Добрый вечер, Самара! Это прямой эфир викторины под знаменем дружбы в студии Юлии Чернеева. И я сразу сообщу наш телефон 202-11-22. Звоните прямо сейчас. Наша необычная викторина начинается и посвящена на юбилее улицы Старозагора, как вы уже могли догадаться. Каждый из вас может принять в викторине участие и выиграть призы. Вопросы я буду задавать не только по известной Самарской улице. Они также будут захватывать историю русско-болгарской дружбы, факты о Болгарии, факты о нашей любимой Самаре. Если вы как бы знаете, то Старозагора – это болгарский город по братим Самары. С ним нас связывают очень долгие и близкие отношения, а также значимые исторические события. Так что предлагаю вам первый вопрос прямо сейчас, а мы ждем знатока в студию по номеру 202-11-22. Сегодня нашим экспертам, человеком, который будет комментировать ваши ответы, а в конце программы подведет некий итог и назначит лучшего из лучших, главного по этой нашей замечательной теме «Самары и Старозагоры» – это филолог, краевед Михаил Перепелкин. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Начинаем? Начинаем. Поехали, друзья. Итак, вопрос номер один. Как же до 1965 года называлась улица Старозагора? Вам даю четыре варианта ответов. Улица Бригадная, улица Помирская, Коммунальная или Шадринская. Звоните 202-11-22. Вы получите призы за правильные ответы. И, конечно же, я думаю, что, во-первых, будете горды своими какими-то правильными ответами, ну, а во-вторых, покажете нам, что вы живете в том городе, чью историю нужно знать, нужно любить. И, конечно же, непременно нужно будет нам звонить в прямой эфир. Михаил, вы, как я понимаю, тоже прониклись уже темой «Старозагоры». Я стараюсь изо всех сил, тем более, что не так сложно это сделать. Тем более, что у нас так много проектов, которые этому посвящены. Есть у нас звонок, давайте принимать. Здравствуйте, добрый вечер, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Алена. Алена, вы не на Старозагоре живете случайно? Нет, к сожалению, нет. Нравится вам эта улица? Нравится там гулять? Да, иногда бываю. Нравится она. Ну, понятно. Сейчас, так или иначе, вся Самара пропитана духом юбилея, какие-то проекты, акции, мероприятия. Так, наверняка, и вы слышали, может быть, какие-то факты. Отвечайте на наш вопрос. Как же до 1965 года называлась улица, ну, ныне Старозагора? Насколько я знаю, она называлась Памирская. Ух ты, ну, это, кстати, не все знают. Это правильный ответ. Действительно, улица называлась Памирская. И была она названа в честь черновских яблок. Если никто не в курсе, есть такой сорт. Я думаю, что если покопать немного поглубже, то можно что-нибудь интересное по этой теме отыскать. Алена, ну, вы у нас главный сейчас претендент на правильные такие вот ответы, на баллы, плюсики, которые себе Михаил ставит в вашу пользу. Какую категорию выбираете? А их у нас сегодня шесть. Говорим по-болгарски. Это одна из категорий. Личность в истории. Музыкальный вопрос. Обряды традиции. Фотовопрос. И Самарское знамя. Это тоже знаковая такая вот, мне кажется, история, знаковый факт в этом во всем вопросе нашем в Старозагорском, Самарском. Алена, что выбираете? Давайте обряды традиции. Ну, что нам, девочкам, ближе? Конечно, давайте выбирать. Вопрос такой, достаточно интересный, как я уже сказала, может быть, девушкам будет проще на него ответить. Болгарские невесты носили их справа, старые девы слева. Холостяки не завязывали концы, а женатые мужчины обрезали до узла. О чем идет речь? Я сейчас предлагаю посмотреть на это, то, что мы сегодня загадали. Может быть, вы даже увидите, узнаете и правильно ответите, ну, потому что не знать об этом стыдно. Алена, какие варианты есть? А, я была в Болгарии, поэтому совершенно точно уверена, что это мартиниста. Ой, как вам повезло. На самом деле, побывать в Болгарии была мечта не только каждого советского краштанина, но и сейчас многие стремятся там провести свой отпуск. Действительно, наступление весны болгары вот такие вот удивительные штучки повязывают и себе и дарят. В современном производстве их делают и из бисера, и из шерсти, и из бусин каких-то, из ленточек. Ну, в классическом понимании они, конечно же, белые, красные. Может быть, что-то еще знаете про мартиницу? Ну, я знаю, что это фигурки. Они делают из ленточек и ниточек. Так. А бывают белые или красные. Мальчики или девочки, я так понимаю. Да. Это как амулет или оберег, скорее, воспринимается. Ну, это хороший и достойный ответ. Кстати, когда узнавала немножко побольше в этой теме, узнала, что мы говорим мартинице, а вот в Болгарии принято ударение ставить на первый слог – мартинице. Спасибо вам, Алена, за участие. Свой приз вы уже заработали. Мы же ждем сюда, в студию, по номеру 202-11-22, еще одного нашего участника, зрителя. Пока набираете номер, вопрос мы к Михаилу. Ну, как вам? Знания неожиданные пока для меня, что наши самарцы-то в курсе? Очень приятно, конечно, что самарцы знают. Ну, чтобы узнать само слово мартинице, может быть, в Болгарию не надо было ехать, а достаточно по улице Старосогора погулять. Я думаю, Алена не для этого ездила туда отдохнуть. Но то, что вот какая огромная история за этим, собственно, вот, за этими фигурками стоит, это очень любопытно. Кстати, носить мартинице нужно было до того момента, как увидишь первого аиста. Как только первого аиста увидел, мартиницу надо снять и повесить на первое увиденное, опять же, дерево. А я знаю, что их можно еще было пускать по воде, чтобы все было вот как-то так плавненько, все дела спорились и ладились. Ну, и вообще-то для Болгарии, конечно, огромная история за этим стоит. Конечно, мы плюсики Алене непременно ставим. Безусловно. Друзья, но я напоминаю, что телефон прямого эфира 202-11-22. Мы сегодня отвечаем на вопросы про Болгарию, Старозагору, Самару. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Елена. Очень приятно. Елена, вы на улице Старозагора, наверное, живете? Нет, не на улице Старозагора, на другой улице. Ну, тем не менее, я так понимаю, иногда прогуливаетесь. Знаете, где она находится, что там находится, какие магазинчики, болгарский уголок. Ну, иногда прогуливаетесь. Ну, здорово, Елена. Ну, давайте посмотрим сейчас на категории, которые у нас сегодня играют. Я напомню, это Самарское знамя, это фото-вопрос, это музыкальный вопрос и личность в истории. Еще для знатоков и любителей болгарского языка есть тема «Говорим по-болгарски». Что выбираете? Музыкальный вопрос. Ух ты! С музыкой, значит, дружите. Да. Тогда прижимайтесь к телефону плотнее, потому что сейчас зазвучит музыкальный фрагмент. Знакомая ли песня вам, Елена? Знакомая. Так, тогда мой вопрос для вас вот какой. Расскажу немножко о факте об этой песне. Это композиция на стихи поэта Константина Ваншенкина и музыку композитора Эдуарда Калмановского. Вот такая музыкальная вам подсказка. Этот болгарский город находился когда-то на трех холмах, из-за чего его как раз-таки назвали Троехолмом. И, кстати, именно в нем находится самый известный памятник, которому и посвящена эта песня. Вот вам задание назвать и место, а лучше и место, и памятник. Что за памятник описывается там? Кому? Памятник солдату Алеши. Так, вы про него что слышали? Как хотя бы выглядит он, знаете? Я предлагаю посмотреть сейчас на фотографию Алеши. Это огромная, действительно, статуя, 11 с лишним, с половиной метров. И до 1989 года песня, которую, кстати, мы с вами сейчас прослушали, являлась официальным гимном города Пловдив, где как раз-таки этот холм освободительный и стоит. Я думаю, что вы должны наверняка об этом знать или слышали. Вот, видите, сейчас мы такого монументального персонажа. В руке у него пистолет-пулемет, если не ошибаюсь, Михаил, да? Пистолет-пулемет. ППШ так называемый. Ну и, собственно, описание этого памятника в песне есть. И с камня его гимнастерка, и с камня его спаги. Елена, спасибо вам большое. Это засчитанный, я думаю, ответ. Вы молодец, друзья. Ну а мы тем временем ждем еще ваши звонки по номеру 202-11-22. Михаил, вам не приходилось бывать в Болгарии? Нет, к сожалению, в Болгарии я не был. Но вот об этом памятнике такая любопытная история. Когда начались вот новые времена, одна из болгарских пенсионерок попыталась этот памятник усыновить. Как это? Для того, чтобы завещать ему свою квартиру. И вот на деньги от аренды этой квартиры подразумевалось, что памятник будут содержать. Так что вот болгары так неожиданно проявляют свою любовь к этому памятнику. Ну на самом деле это одна из самых известных песен об этом памятнике. Советские солдаты. Алеш, я думаю, вам стоит послушать, если вы никогда не слышали, может быть, этой песни. Но я сомневаюсь, что такое есть, потому что на все праздники, особенно к 9 мая, она так или иначе звучит, ее поют, и история действительно, ну такая, знаковая. 202-11-22, телефон прямого эфира. Напоминаю, друзья, что у нас очень много проектов начинается вот в данные дни. Я думаю, что об этом вы уже тоже знаете. И болгарские перецы, и экскурсии с Михаилом Перепелкиным. Но у нас есть звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Марина. Марина, очень приятно. Марина, ну вы-то наверняка живете на улице Старозагора. Я живу на улице Старозагора. Вот это здорово, вам повезло. Есть любимые местечки там? Да, конечно, скверы и в Галине Синицы, вот этот столик, вот киши. Ну в общем, так задумчиво и романтично Марина вспоминает об этом. Какой категории выбираете? Видите, у нас есть личность в истории, у нас есть, говорим по-болгарски, у нас есть фото, вопрос и самарское знамя. Ну, скорее всего, наверное, категория личность. Личность. Ох, хороший вопрос, хороший. Внимание на экран, сейчас вы увидите фотографию некого мужчины. Мужчины очень известного, поверьте, военный писатель, журналист, действительный статский советник, почетный гражданин Самары, в свое время был губернатором Софии. Ныне, кстати, одна из улиц болгарской столицы носит его имя. У нас в Самаре... Стоит ли давать такую подсказку, Михаил, я думаю? Ну, тут масса подсказок, может быть, наверное. Хорошо, у нас в Самаре его именем назван историко-крывеческий музей областной. Есть ли какие-нибудь варианты у вас? Да-да-да, я, конечно же, узнала и вот недавно читала. Это Петр Алабин. Я еще читала, что именно он отнесет знамя Самарской Болгарию, когда война была русско-турецкая. Знамя сделали наши монахини самарские. Ну, вот, как-то так. Ну, жительницы улицы Старозагора, не знать какие-то такие вещи про родную улицу, я думаю, ну, действительно, негоже. Марина, вы правильно ответили? Правильно ответили. Я вас с этим поздравляю. Ну, действительно, личность выдающаяся. Абсолютно. Просто человек, которого, ну, каждый самарист должен знать в лицо. Ну что, у нас время как-то так неожиданно заканчивается, Михаил. Есть ли у вас любимчики? Есть ли у вас те, кто, может быть, вас сегодня удивил своими знаниями? Ну, вы знаете, конечно, это первая викторина, и мы только-только начинаем... Мы набираем обороты. ...разговаривать об этом с самарцами. Ну, мне кажется, что вот последняя наша телезрительница, которая дала такой развернутый ответ... Люди читают, интересуются. ...недавно читала, и, в общем, действительно, как бы про самые важные вещи сказала. Мне кажется, что вот она может претендовать на право быть сегодняшним победителем. Вот так вот, Марина, я вас поздравляю. Ну, а вы, друзья, не отчаивайтесь, если сегодня не удалось вам дозвониться. А линия действительно была горячая. В следующую пятницу в это время, в 18.15, мы увидимся здесь, под знаменем дружбы, как раз-таки та самая викторина, которая, я надеюсь, поможет нам, самарцам, узнать о нашем родном городе, о русско-болгарской дружбе. И просто о городе-побратиме Старозагора немного больше, чем есть, ну, сейчас. Я думаю, что эти факты знают все о том, что улица Старозагора действительно до 1965 года носила название «Памирская». Теперь она именуется Старозагорой. В этом году очень много мероприятий. Планируются даже реконструкции, какие-то открытия памятников, малых ландшафтных форм. Так что, я думаю, город готов. Мы будем ждать праздника. Праздник. Ну, а вы смотрите экскурсии с Михаилом Перепелкиным по улице Старозагора. Я думаю, что такие прогулки можно виртуально себе устраивать хоть каждый день. Спасибо большое, что были с нами. Я прощаюсь до следующей пятницы. Учите историю Самары, учите историю Болгарии, гуляйте побольше. Благо, погода этому способствует. До встречи. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова